Смотрите сегодня в выпуске. Отчет депутатов, журналистов и общественников. Годовые результаты по деоккупации Крыма. Сколько стоит Новый год? История о том, почему в Крыму в два раза подорожали живые ели и сосны. Преодолеть беду вместе. В Киеве при Могилянской академии открылся Центр психосоциальной реабилитации. Как продвинулся вопрос возвращения аннексированного полуострова за 2015 год? Результаты представили эксперты проекта «Фрикремия», народные депутаты и крымские журналисты. По мнению нардепа Георгия Лагвинского главная задача была выполнена, а именно вопрос Крыма не пропал в информационном поле страны. Также он отметил, что западные санкции в этом сыграли не последнюю роль. Россия на украденных нефтедолларах может позволить себе и подкупать каких-то политиков, заказывать лоббистов международно-правовых. Но на сегодняшний день это не состоялось и не получилось. Сегодня санкции достаточно сильные. Международное сообщество понимает, что Россия не может быть четким партнером, не выполняет свои обещания, свои обязательства, договора и из-за этого дефицитирует свои риски. Украина, по мнению экспертов, могла бы сделать за год гораздо больше. Однако энергетическое давление со стороны России не позволяет на данный момент предпринять решительные шаги. Крымский журналист Александр Янковский считает, что путь по возвращению полуострова пройден едва ли наполовину. Несмотря на существование межфракционного объединения Крым, в Верховной Раде недостаточно народных депутатов, которых интересует вопрос аннексированной территории. Более того, уточняют эксперты, Украина попросту не готова к возвращению Крыма. Даже если Российской Федерации, представим такое, в один какой-то день распадется, готова ли Украина к тому, что нужно иметь чиновников, нужно иметь учителей, нужно иметь врачей, нужно иметь политиков, нужно иметь культурных деятелей, которые бы в этот день приехали в Крым и стали работать с местным населением. Несмотря на то, что вопрос Крыма за последние два года не так активно освещается украинскими и международными журналистами, большое количество крымчан интересуются событиями на материке, а также тем, что происходит в Крыму на самом деле. Я это делаю вывод из того, что сайт Крымреалия, который географически находится в Киеве, но рассказывает о событиях в Крыму, входит в тройку самых популярных сайтов Крыма. Выше него только провластный сайт, который находится непосредственно в Симферополе, имеет широкую сеть корреспондентов. С начала 2016 года вопрос Крыма будет возвращен в повестку дня. В этом заверил нардеп Георгий Лагвинский. Так общественники и депутаты планируют продолжать подавать иски в международные суды, открывать новые уголовные производства на территории Украины, а также добиваться более масштабных санкций и блокад, как товарных, так и энергетических. Мы понимаем, что может быть взрыв, например, на какой-то фабрике, если мы не поставим электроэнергию, однако поставка электроэнергии может быть и взаимоотношения могут быть, только тогда, когда мы понимаем, что оккупант выполняет международную конвенцию. В каждом из аспектов есть какие-то небольшие изменения или консультальные законы, которые будут изменяться в этом году. Депутаты, как всегда, заверили, что печально известный закон о свободной экономической зоне Крым попробуют отменить, но уже в следующем году. Депутаты. Горожане начинают покупать главный атрибут торжества – сосны и ели. В этом году крымские лесхозы не заготовили деревья для продажи, поскольку все они занесены в Красную книгу, и продавать свое – противозаконно. Поэтому новогодних красавиц завозят через паромную переправу, а в связи со сложной доставкой – удорожание. Сосна из пензы привезена, и елочка тоже из пензы. Получается, за метр семьсот-пятьсот рублей. Есть более такая, как бы сказать, жиденькая, она платежная будет. То есть, ну, сортируемая. Ели тысяча метров. Да, вот уже нормально идет. В принципе, там десять елочек в день можно продать. Торговля постепенно набирает обороты. Многие уже везут домой ели и сосны. Предпочтение крымчан отдают все-таки живым деревьям, а не искусственным, рассказывают местные жители. Правда, многие еще сомневаются – цена бьет по карману. На рынках, которые объехала наша съемочная группа, стоимость колеблется от пятисот до семьсот пятидесяти рублей, что составляет около ста пятидесяти гривен за метр сосны, и одну тысячу рублей за метр ели, что составляет около трехсот сорока гривен. Если надо, продадут и подставку за пятьсот рублей. Крымчане готовятся к предстоящим праздникам и присматриваются к новогоднему атрибуту. Я иду как раз выбирать. Потому что Новый год, есть в Ноке. Я хочу, чтобы у них был праздник. Я себе могу такое позволить, скажем так. Ну, а так нормально. Живое. Потому что все должно быть живое. Перерода должна быть живой, музыка должна быть живой, секс должен быть живым, краска должна быть живой. Это нормально, в принципе приемлемо. Цена. Елку не планирую. Она очень быстро осыпается. Посмотрите, какие они все уже желтые. Раньше покупала. Только сосну, потому что елку вообще невозможно. Она буквально осыпается через два дня. Это дорого очень. Это дорого. У нас маленькая искусственная есть. А детям уже взрослые. Маленькая, допустимая. Ну, пятьсот, ну, семьсот за метр. Многовато, конечно. Ну, пятьсот пойдет. Да, мы уже купили елку. Ну, вроде пятьсот пятьдесят метр. Ну, там варьирует за цена. В зависимости, по-моему, какая елка. Потому что бабушка. Ну, бабушка просто не терпит, ну, искусственную. Живая, она издает запах. И это как, ну, как без елки, без неживой елки. Новый год. Дороговато. Дорого. Дорого. Это метр, да? Дорого, я думаю. Минируем, конечно, чтобы был запах хвойный дома. Живой такой, детский запах. Ну, для начала это, по-моему, очень большие цены. Туда дальше, может, к концу месяца будут подешевле. Поэтому что-то обязательно купим. Для сравнения, в прошлом 2014 году сосны и ели были дешевле. Метр сосны стоил 400 рублей, а ель продавали по 700 рублей за метр. Центр психосоциальной реабилитации при Киево-Могилянской академии открылся в столице. Он распахнул свои двери для переселенцев, воинов АТО и членов их семей. Центр организован на базе кафедры психологии академии. Людям, пострадавшим от военной агрессии РФ, тут окажут помощь психологи и психотерапевты. Проконсультируют юристы. В решении бытовых проблем помогут социальные работники. Взрослые и дети могут пройти тут сеансы арт-терапии. Всего в штате сейчас 13 человек. Несмотря на то, что сам центр открывается только сейчас, у сотрудников уже накоплен немалый опыт работы с временно перемещенными лицами и воинами. Они полгода работали в Славянске, где и сейчас функционирует отделение центра. А помощь оказана уже трём тысячам человек. Познакомиться с центром пришли воины. Младший сержант Леонид Антонюк ушёл воевать добровольцем. Недавно демобилизовался. Психологическая помощь ему и таким же, как он, очень нужна, рассказывает мужчина. Сейчас адаптироваться к мирной жизни ему помогает военный капеллан. Молодцы повертаются абсолютно не теми людьми, которыми они идут на войну. Кожному счастлив по-різному. В каждом різный индивидуальный досвід. И только в таких условиях, когда они повертаются, адаптироваться до жизни очень сложно. Есть такое осознание, я по себе скажу, ты не знаешь, что ты. Ты не знаешь, ты победитель или победитель. Тебе вроде бы и не победили, но ты не достигнул того, ради чего ты шел воевать. Я иду захищать Батьковщину, чтобы закончилась война, чтобы перемогти и повернуться назад. А ты повертаешься, а война не закончилась. И самому себе нужно найти ответы на много вопросов. В частности, кто ты теперь, тут. Деятельность центра выстроена на эффективных практиках, на опыте Израильской коалиции травмы, стандартах Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ. Врачи Киева-Могилянки, работающие здесь, отмечают, от российской агрессии психологически пострадали очень многие. Но далеко не все это осознают. Согласно мировому опыту, у 60% пострадавших стресс пройдет сам. Но остальным нужна помощь. Кому-то одна-две консультации, кому-то целый курс. Здесь на помощь придут психотерапевты центра. У меня есть опыт работы в Австрии с переселенцами из всего мира. И я могу сказать, что очень схожие переживания людей, как они чувствуют. Извичайно, есть культурные особенности, что люди считают травмой, страждаем, как люди до этого ставятся. И в этом есть измененность. А субъективно все чувствуют, например, когда снятся кошмары, или есть какие-то разведения. Мы помогаем людям, чтобы они научились, чтобы они научились видеть, что с ними. Потому что люди иногда не помечают, что им плохо, что они потребуют помощи. И они про это просто не знают, живут и думают, что это нормальное жизнь, уже страждают. Открываться центру психосоциальной реабилитации помогали, что называется, всем миром. Свой вклад внесли Мальтийская международная служба помощи, Киевская мэрия, благотворители. Отремонтировать помещение удалось благодаря IT-компании Инфопульс Украина. Ее представители на собственном опыте столкнулись с тем, насколько непросто восстановить людей после шоков войны. Мальтийская международная служба помощи смогла создать такие центры в Ираке и Сирии. Их опыт смог организовать и работу в Украине. Его представители отмечают, центр должен быть моделью для всей страны. И Киево-Могилянская академия – хороший фундамент для накопления и распространения знаний. Есть потребность в такой помощи. Можно говорить языком статистики, а можно говорить с таким приказом. Например, с проектом, который мне стоит перед очами, мы были со своими товарищами, коллегами из Німеччины в Словянску. Сидит группа жёнок, семеро жёнок, после терапии, после терапии. Было простое вопрос. Почему вы сюда вернулись? Больше, чем представиться, ни одна жёнка не смогла. После того были слёзы и тяжкий стан, когда жёнки просто не могли говорить. Сколько таких случаев в Украине, никто не знает. Для общей пользы и адаптации к мирной жизни демобилизованных воинов будут привлекать вместе с психологами к работе с детьми. Министерство образования к тому же планирует использовать центр реабилитации для переподготовки школьных специалистов. Центр расположен по адресу улица Глазунова, 2, дробь 4. Предварительную информацию о работе можно получить по телефону 067 109 58 31 и 063 601 06 11.